Что делать, если 17 ноября в день выборов депутатов местных Кенеши вы будете далеко от дома и не сможете проголосовать по месту своего жительства? Закон решил эту проблему. Одним из дополнений, внесенных летом этого года в закон о выборах депутатов местных Кенеши, предусмотрена возможность дистанционного голосования. Для государства и для Центральной избирательной комиссии очень важно, чтобы процесс голосования был доступным для всех, кто хочет принять в нем участие. Поэтому для тех, кто в день голосования не может голосовать в своем родном селе или в городе, введена такая возможность голосовать там, где они временно находятся, по месту учебы или работы в крупных городах. Я думаю, что это даст возможность кыргызстанцам поддержать достойных депутатов в своих селах, в воильных Кенешах, в городских Кенешах по месту их рождения и постоянного проживания. В настоящее время активно идет прием заявлений от желающих голосовать дистанционно. Сделать это надо до 2 ноября. Центральная избирательная комиссия по всей стране организовала 27 пунктов приема заявлений на дистанционное голосование. Все они расположены в городах, в удобных и доступных местах. В первую очередь это здания высших учебных заведений, поскольку большое число избирателей, которые в день голосования не будут находиться по месту жительства, это студенты. Пункты приема заявлений расположились в 10 вузах страны, в городах Ош, Баткен, Джалабад, Каракол, Талас, Нарын и, конечно же, в Бишкеке. Я сейчас нахожусь в пункте приема заявлений. Мы знаем, что сейчас появилась возможность проголосовать дистанционно. В этом году я первый раз буду участвовать в выборах. 17 ноября обязательно буду голосовать. Я прописана на Иссыкуле, поэтому пришла в пункт подачи заявлений в нашем университете и подала заявку на дистанционное голосование. 17 ноября буду участвовать в выборах. В пункты приема заявлений вуза могут обратиться не только их студенты, но и любой желающий проголосовать дистанционно. Кроме вузов, такие пункты открыты в центрах обслуживания населения, ЦОН, семи городов. Кстати, руководство вузов выразили инициативу внести вклад в подготовку выборов и организовали группы студентов-волонтеров, которые помогают членам участковых, избирательных комиссий и привлеченным специалистам. Сейчас они заняты приемом заявлений на дистанционное голосование, а позже будут привлечены к другой работе по проведению выборов. Создание дополнительных условий для дистанционного голосования – это расширение возможностей для граждан, желающих выбрать достойных и грамотных депутатов, свои местные кинеши, и тем самым участвовать в развитии своего сообщества и региона, отмечает Центр сберком. И напоминает, что таким гражданам надо успеть подать свои заявления до 2 ноября. По всем вопросам относительно дистанционного голосования можно звонить по телефону горячей линии на короткий номер 1255.